МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Ксения! Итак, почему такое стало возможным? Когда мы идём к стоматологу, мы должны быть полностью обследованы. То есть, как минимум, если мы говорим про лечение без наркоза, мы должны иметь полную информацию о своём аллергоанамнезе. То есть, поход к стоматологу – это риск получить аллергию на любой препарат, который мы можем использовать. Когда мы говорим про лечение под наркозом, здесь тем более обследование должно быть не то, что на 100, а на 1000%. То есть, мы должны быть полностью подстрахованы и иметь полную картину о состоянии здоровья пациента. Поэтому я думаю, что, учитывая детали вот этого лечения, которое было, что это был приглашённый анестезиолог, что он так быстро скрылся после проведённого лечения, просто были моменты, допущенные халатности, и было недообследование пациента. Либо какие-то моменты были просто упущены из поля зрения анестезиолога, на которые, ну, либо закрылись глаза, которые могли повлечь за собой такие последствия. То есть, вот этот вопрос, который всегда перед манипуляцией врачи задаёт пациенту, есть ли у вас какая-то аллергия на какие-то препараты, это вот непростой вопрос, да? Это непростой вопрос. Причём наличие аллергии – это первый вопрос, который мы должны узнать. И, помимо этого, мы задаём вопросы о хронических заболеваниях. Даже наследственные, если есть какие-то подоплёки, то есть, если у кого-то в семье есть аллергические реакции либо предрасположенности к каким-то хроническим болезням, мы должны полностью всю эту картину иметь в виду. Хорошо. А если вот в кресле стоматологическом находится ребёнок, ребёнок, вот как с этим? Ведь ребёнок впервые приходит к врачу, и, в общем-то, реакции на какие-то препараты пока ещё неизвестны. Да. То есть, когда мы имеем дело с ребёнком, мы всегда проводим микропробы. То есть, небольшое количество препарата мы сначала пробуем на коже либо на участке слизистой оболочки. Если мы не получаем никакой аллергической реакции, мы продолжаем спокойное лечение. Что чаще всего используется при лечении детских зубов или какая-то анестезия в виде укола, либо всё-таки наркоз? На самом деле, наркоз используется достаточно часто в стоматологии, если мы говорим о детях. В частности, идут возрастные ограничения. Дети до трёх лет, до четырёх даже лет. Это чаще всего лечение под наркозом, потому что договориться с ребёнком не получается. Если имеются аллергические реакции, опять же, мы говорим о лечении под наркозом. Но зачастую с ребёнком получается договориться в игровой манере. То есть, мы не используем термины «уколоть», «сделать больно», «посверлить». То есть, если мы произнесём эти слова, всё, можно рассчитывать на то, что будет лечение под наркозом в дальнейшем. Если получается поставить анестезию ребёнку, всё, мы ни о каком наркозе, естественно, не говорим. То есть, дальше лечение у нас проходит спокойно, как правило. И мы уже исключаем вот эту идею лечения под наркозом. Часто родители сами приходят уже на консультацию с желанием полечить ребёнка под наркозом, потому что объём лечения достаточно большой, и они не хотят подвергать ему вот этому стрессу, нахождение долго и часто в стоматологическом кресле. И за раз просто пролечить все поражённые зубы, да, чтобы один раз и навсегда об этом забыть. Ну, вообще, молочные зубы, вот многие родители относятся к ним так, что они в любом случае потом сами там выпадают, и появляются нормальные, здоровые, взрослые зубы. Может быть, их даже и не лечить. Вот это, наверное, порочное такое рассуждение. Да, это палка о двух концах, потому что если мы говорим о молочном зубе, который в скором времени действительно уже идёт на смену, мы такие молочные зубы не трогаем, мы их не лечим. Если зуб начинает ребёнка беспокоить, и если мы видим какие-то патологические изменения за пределами зуба, мы этот зуб удаляем. Если это молочный зуб, который простоит, должен простоять ещё несколько лет, а сейчас зачастую уже обращаются родители с детьми маленького возраста совсем, то есть к смене зубов дело совсем ещё не идёт, то такие зубы, конечно, нужно лечить, потому что инфекция в молочных зубах развивается очень быстро и реактивно, и мы получаем просто потом осложнения, связанные с распространением этой инфекции. То есть, получается, вы отмечаете, как врачи, как медики, вы отмечаете вот эту тенденцию к тому, что зубы детские, они вот именно с раннего возраста уже начинают портиться, да? С чем это связано? Совершенно верно. Это связано просто с недостатком получаемых минералов, микроэлементов во время беременности. Это учитывая нашу её экологию и состав воды, и продукты, которые беременная женщина употребляет в пищу, просто для формирования хороших, крепких молочных зубов этого недостаточно. Плюсом ко всему, учитывая то, что очень небольшое разнообразие углеводной пищи, сладостей, в которых родители чаще всего не ограничивают своих детей и не уделяют внимания чистке зубов после этого, то есть никто не говорит, что ребёнка не нужно баловать сладостями и так далее. Но при этом зубы должны быть почищены, зубы должны быть укреплены. Для этого сейчас очень много различных средств, предметов гигиены существует. Вообще, вот если разговаривать про гигиену и прочистку, в частности, зубов, сколько раз ребёнку нужно почистить зубы в день? Ну, в идеале, конечно, два раза в день. Это утром и вечером. Есть родители, которые делают это гораздо чаще. А это не приводит к тому, что эмаль там стирается? Это не приводит. Нет. То есть эмаль можно повредить и чистить зубы один раз в день. Если это делать очень усердно, настойчиво, то даже если чистить один раз в день, можно получить нарушение целостности эмали. Помимо домашней гигиены, необходимо помнить о проведении и профессиональной гигиены полости рта у стоматолога. Потому что ни одна зубная щётка не прочистит зубы так хорошо, как сделает это гигиенист. А вот если это всё-таки генетика, вот насколько генетика влияет на состояние зубов? Генетика чаще влияет на постоянный прикус. Да, генетика это, пожалуй, первый фактор, который мы рассматриваем. Потому что и у меня очень много таких пациентов, которые чистят зубы два раза в день, пользуются зубной нитью, ополаскивателями после каждого приёма пищи, ходят регулярно к стоматологическому гигиенисту. Но кариес у них как появлялся, так и продолжает появляться. Дело в том, что если бы он не выполнял ряд этих необходимых манипуляций, кариес у него было бы просто это хуже на самом деле. Поэтому не стоит опускать руки и закрывать глаза на профессиональную гигиену. И думать, что это зря всё, да? На самом деле это помощь, и это помогает очень сильно сохранить зубы здоровыми. Понятно. А вот скажите, с какими чаще всего заболеваниями к вам приходят родители с детьми? То есть это кариес или это уже пульпиты, воспаление и так далее? Или что нужно уже кардинально, как говорят, удалять и так далее? Как правило, это либо уже запущенный кариес, то есть это не поверхностный, не пятнышко, это уже кариес с полостью, либо это пульпит. Вот так. Пульпит – это как раз воспаление? Пульпит – это воспаление нерва. В молочных зубах он есть. Это удивление для многих родителей, что в молочных зубах есть нервы. Поэтому... А вот этот нерв тоже удаляется? Этот нерв удаляется. Есть несколько методов лечения детского пульпита. Либо частичное удаление нерва – это ампутационный метод, либо полное удаление нерва из молочного зуба – это экстерпация. Здесь зависит от клинического случая, то есть в какой стадии уже пульпит находится. Получается, что родитель сам должен следить за тем, в каком состоянии зубы у ребёнка, да? Совершенно верно. Ну, дело в том, что даже если родители замечают что-то в полости рта ребёнка, они не сразу идут к стоматологу. То есть пока ребёнок не пожалуется, пока ребёнок не будет месяц или два напоминать о том, что у него есть проблемы со здоровьем, либо пока у ребёнка не распухнет щека, родители не обратятся просто за стоматологической помощью. Непонятно почему, если честно. Когда нужно обращаться к вам? К терапевту стоит обращаться уже с появлением первых зубов, потому что родители не всегда могут заметить, если имеются какие-то проблемы. Потому что начальный кариес, который начинается со стадии белого пятна, то есть мы привыкли, что кариес – это чёрная дырка в зубе, либо просто чёрное пятно. Или коричневое пятно. Да, кариес начинается со стадии белого пятна, которое затем темнеет и превращается в полость. Поэтому, дабы распознать кариес на ранних стадиях, необходимо как раз-таки появляться у стоматолога как можно раньше. Тем более, что профилактические приёмы, они бесплатные у нас, необходимо уделить только время. А как, например, прикус может влиять на состояние зубов? Прикус, например, если мы говорим о скученности зубов, это будет как раз-таки предрасположенностью к развитию кариеса, потому что налёт будет скапливаться сильнее, труднодоступных участков для чистки будет гораздо больше, и как раз-таки в этих местах будет развиваться кариес. Просто мы обычно привыкли, что брекеты и различные выравнивающие какие-то процедуры, это только для красоты и для красивой улыбки. На самом деле это всё-таки здоровье прежде всего, да? Да, на самом деле то, что касается зоны улыбки, это пожелания пациента. Нас, как стоматологов, значительно больше беспокоит ситуация в жевательном отделе, потому что у зубов есть определённое соотношение бугров, то есть они должны как замок заходить друг в друга. И мы уже обращаем внимание именно на патологию в этом отделе. К ортодонту стоит обращаться, ортодонт это врач, который занимается прикусом, ну где-то лет так в 6-7. То есть уже даже когда просто молочный прикус, мы можем предположить, что будет патология прикуса. Вот, и уже чем раньше вы попадёте к ортодонту, тем раньше вы будете у него просто на карандашике, чтобы он видел ситуацию изначально, у самых истоков, как это было. Что грозит тем родителям и деткам, которые всё-таки избегают появления вот этих визитов к стоматологу и не обращают на это внимания? Дело в том, что если инфекция начала развиваться в зубе, она никуда из него не денется. Инфекция – это живые бактерии, которым нужно питаться, развиваться, они никуда не денутся. Инфекция начинает развиваться, в зубе ей становится тесно, и через верхушку корня эта инфекция начинает развиваться за пределами зуба. И опять же мы можем получить либо обострение в виде абсцессов, легмоны, это гнойное воспаление, то есть когда эта инфекция уже бушует, ей прекрасно жить в организме ребёнка, и всё заканчивается операцией. Либо мы получаем инфекцию, запечатанную в кости, в челюсти – это кисты. И в каком возрасте это уже можно заметить? Или как это можно обнаружить? Ну, если мы говорим про кисты, это всё-таки постоянный прикус. Если мы говорим про развитие гнойных воспалительных вот этих заболеваний, осложнений, это молочный прикус приходит и в два года уже с такими осложнениями. И кроме как использования наркоза, нам не остаётся больше никаких вариантов. Ну, я из нашего разговора, в общем-то, поняла, что чем раньше всё-таки родители с своими детками появятся у стоматолога, тем будет больше гарантий того, что здоровье и зубов, кстати, и вообще здоровье ребёнка будет более-менее на уровне. Спасибо вам за участие в нашей программе, за интересный разговор. Я думаю, очень полезный разговор для многих родителей. И многие, наверное, сделают какой-то определённый вывод. О безопасности стоматологических операций, о новых методах современной стоматологии мы говорили со стоматологом-терапевтом стоматологической клиники Велодент Ксенией Сильвёрствой. Редактор субтитров А.Сёмкин